Всем огромный привет! Сегодня я буду делать масочку для лица, для возрастной кожи, для кожи, которая увядает. Появились первые признаки, что он неупругая, имеет такую дряблость и появляются морщинки. Я сейчас вам все покажу. Покажу на себе, как я это делаю. Нанесу эту маску. Я делаю каждый день массаж лица и плюс дополнение ко всему маске. Поэтому я вижу на своей коже результат. С вами хотела поделиться. Если у кого-то есть такая проблема и вы видите, что у вас кожа стала дряблой, увядать, угасать, кремами не помогают, то давайте приступим к вот этой вот масочке, которая помогает мне лично. Маска будет состоять из зеленого чая. Вообще зеленый чай очень полезен не только для кожи, но и для общего здоровья полезен. Поэтому я зеленый чай очень сильно люблю. И каждый день я пью зеленый чай. Здесь у меня осталось чуть-чуть зеленого чая. Как раз мне подойдет для маски. Единственное, что я хочу сказать, что зеленый чай должен быть хорошего качества. У меня здесь японский зеленый чай. Еще что нам понадобится, это сметана. Ложечка сметаны. По жирности смотрите сами, какая вам нравится. Здесь советов нет. Можете купить обычную сметану. Я даже вот иногда заменяю сметану йогуртом таким несладким. Итак, нам понадобится зеленый чай и столовая ложка сметаны. Одну столовую ложку зеленого чая. Заливаю кипятком, меньше полстакана. Заливаю. Накрываю крышкой. Потом полотенчиком. И настаиваю примерно 5 минут. 5 минут прошло. Теперь я беру и процеживаю чай. Какой красивый у меня получился зеленый чай. Теперь я все добавляю в сметану. Вот так добавила. И теперь хорошо перемешаю. Перемешиваю до однородной массы. Смотрите, какой красивый чай. Вообще цвет просто обалденный. Итак, я добавила сюда одну чайную ложечку зеленого чая. В принципе, цвет у меня не изменился сильно. И теперь я буду это все наносить на лицо. Беру кисточку. Обычную кисточку. Ну, в принципе, которая мне не нужна. У меня вот для румян была кисточка. Я беру ее. И теперь вот таким образом буду накладывать на лицо. И пока я наношу маску, я вам расскажу о пользе зеленого чая. Зеленый чай для кожи – настоящий кладезь питательных веществ. Нанося его на лицо, можно добиться прекрасного увлажнительного, тонизирующего и омолаживающего эффекта. Для того, чтобы действие приносило действительно должный эффект, чай должен быть качественным и натуральным. В листьях этого природного косметического средства присутствуют полезные вещества и витамины кальций, медь, йод, цинк, железо, витамины групп А, В и С. Заварка зеленого чая способствует активизации процессов регенерации клеток. Таким образом, орогоневший слой кожи быстрее отмирает, а на его месте образовываются новые клетки кожного покрова. После того, как я нанесла маску, я теперь буду ждать 15 минут. Могу полежать сейчас на диванчике, послушать музыку, расслабиться и подумать о приятном. Так я буду держать масочку 15 минут, а потом ее смою прохладенькой водой и посмотрю на результат. 15 минут прошло, я смыла маску теплой водой и, в принципе, я довольна своим результатом. Она действительно, кожа действительно становится такая гладенькая, подтянутая. Еще я хотела бы сказать, если у вас очень запущенная кожа, ну, как бы она дряблая и есть уже такие морщинки, то эту маску лучше делать каждый день по 15 минут. И через неделю вы увидите результат. Мне эта маска очень нравится. Я также зеленым чаем иногда умываюсь. Такой прохладный вот остается зеленый чай. Я просто вот так вот протерла лицо и оставила на день. Так что я очень буду рада, если вам понравилась такая маска. Ухаживайте за собой, будьте красивыми. А мы увидимся с вами в следующих видео. Пока!